Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Виктория Диденко и ее цветы. Перед вами дворовая кошка, которая активно пытается сожрать актинидию в горшке. Забираю свои слова назад, когда говорила, что коты не едят актинидий. Оказывается, едят. Мы посадили, высадили на новый участок много разных сортов аргут и деликатесную. И вот видите, что творит. Ну, уже поздно мне что-то делать, поэтому я даже уже не сопротивляюсь, пусть погрызет. Значит, вычитала в интернете, что актинидия для них, корни актинидии, для них похлещие валерьянки. Ну, уже видите, уже повредило растение, так что вряд ли уже я его буду высаживать, пусть уже доедает. Значит, покажу вам, что сотворили, не знаю, этот кот или другой, с нашей деликатесной актинидией. Вот, две недели назад была посажена эта деликатесная. Видите, когтями подрали, содрали кору. Наверное, уже эта веточка не перезимует. Деликатесные так плохо зимуют по сравнению с аргутами. Ну, вот такое вот сотворили. Тут еще одна из живая веточка, то есть она более молодую ветку. Эта ветка более такая плотная, древесная. Эта более молодая, вот, хорошенько поцапали. Что самое интересное, вот, я заметила, когда мы высаживали, у этой кошки она прибежала, у нее прямо был нездоровый интерес. У меня стояли растения там с открытой корневой системой, у меня их было много, выкопано из другого участка. И вот это вот прямо мы заметили, что она прямо аж лезет и пытается эти корни погрызть, погрызть. Ну, вот, тогда вот я вот думаю, действительно, все-таки коты основной вредитель. Теперь будем думать, как защитить наши молодые саженцы от нашествия котов. А если пропадут, будет жалко, потому что их тут достаточно много. Но эти аргуты, вроде как, я смотрю, погрызаны не были. Ну, надо думать что-то о защите. Но это уже, наверное, в другом видео. Ну, все, на этом буду заканчивать. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok